Торнадо Энерджи. Это шквал энергии, ураган эмоций и настоящий пихор из 11 невероятных вкуса. Торнадо Энерджи. Мощный заряд энергии. Всем привет, друзья. С вами Аверпер Геймс. Ну что ж, сегодня я, как и обещал, сравню для вас два сверхтяжелых танка. Легендарный Е100 и не менее легендарный Маус. Я знаю, что по мнению некоторых из вас логичнее было бы сравнить Е100 с ВК-7201. Но если задуматься, то кроме орудия у ВК и Е100 нет ничего общего. Поэтому, во-первых, сравнивать их, на мой взгляд, будет некорректно, ведь это разные танки. А во-вторых, сегодня я все-таки хочу пройтись по классике. Но прежде чем начать, я должен вам кое о чем рассказать. Многие из вас задаются вопросом, как пополнять Steam кошелек и как покупать игры, если сервисы не принимают оплату. В этом вопросе на помощь придет игровой сервис Diffmark. Здесь можно купить игры для множества платформ или просто закинуть деньги на свой кошелек. Steam, PlayStation, Xbox, да и вообще куда угодно. Тут есть игровая валюта, ключи, предзаказы и даже различный софт. Также через Diffmark можно пополнить баланс в Amazon, Nintendo и iTunes. Самое главное это то, что покупки на Diffmark можно без каких-либо проблем оплачивать с территории РФ и Белоруссии. Причем для оплаты подойдет банковская карта МИР и даже КИВИ. Промокод Аверпер даст вам скидку в 10% на любой товар. Ссылку я оставлю в описании. Мне интересно сравнить танки, которые стояли у истоков игры. Маус и Е100 были в игре с самого ее релиза на Android и именно они стали моими первыми ТТ 10 уровня. Конечно, сегодня многие считают Мауса морально устаревшим сараем, который воспринимается как груша для битья. Ведь практически любой танк, который пару лет назад разносил рандом в пух и прах, без ребалансов и должных правок, со временем улетает на свалку истории. С Маусом и Е100 примерно так и было. Их долго не трогали и в какой-то момент из грозных имп они постепенно стали превращаться в груши для битья. Со временем их броня перестала удивлять игроков. Пробивали эти сараи все, кому не лень. И если у Е100 имелось грозное орудие, с помощью которого можно было как-то давать отпор, то Маус, не имея и грозного орудия, в какой-то момент оказался просто беззубым. Именно тогда он и стал восприниматься как груша для битья. Но спасибо разработчикам, которые все-таки вспомнили про эти танки и начали ими заниматься. Изменений и правок было очень много, и вот самые значимые из них. В обновлении 6.9 всем ТТ-10 увеличили количество прочности, после чего Маус стал обладателем 3000 хп, а Е100 займел 2750. Конечно, это добавило живучести для Мауса и Е100, но все-таки основной проблемы с их броней это не решало, ведь что Мауса, что Е100 спокойно пробивали в щеки башни все, кому не лень. Далее в обновлении 8.3 Е100 дали новую визуальную модель, а в обновлении 9.1 Маусу и Е100 наконец-то улучшили броню в башне, после чего они неслабо так прибавили и действительно стали гораздо лучше играться и дольше жить в боях. Ну а в обновлении 9.4 дали новую модель и Маусу, после которой он так же как и Е100 слегка преобразился и стал солиднее. В общем, изменений было много, так что достало время сравнить два этих немецких монстра. Надеюсь, мой обзор поможет новичкам определиться с выбором в 2023 году. Ну а Олды, у которых эти имбы уже давно есть, вспомнят о них и начнут на них нагибать. Да, кстати, если вы хотите увидеть мое сравнение Йохой Т57 Хэви, то накидайте, пожалуйста, этому видео 7к лайков. Ну а начну я, как обычно, с того, что рассмотрю их броню. Как я уже говорил, после апа в обновлении 9.1 оба этих монстра стали гораздо лучше танковать. Огромное количество ХП и грамотное использование брони позволяет этим танкам подолгу выживать в боях. Безусловно, своим бронированием эти танки очень похожи, но, естественно, даже при всей их схожести между ними все-таки есть разница. В первую очередь, самая видимая разница заключается в том, что у Е100 есть огромная НЛД, в котором 150 мм брони, и, как правило, противники стреляют именно туда. Также на крыше башни у него есть серая полосочка, в которую пусть и не часто, но все же прилетает. У Мауса такой полосочки на башне нет, но его, в отличие от Е100, можно пробивать прямо в щеки башни. 260 мм вполне достаточно для того, чтобы накидывать Маусу за щеку. Правда, это работает только, если Маус своими щеками смотрит прямо на противника и не доворачивает. Что касается его НЛД, то, во-первых, там 200 мм брони, а во-вторых, оно гораздо меньше, чем у Е100, то есть, помимо того, что оно крепче, так его еще и банально сложнее выцелить. Конечно же, не обошлось и без скрытых уязвимостей, о которых, наверное, не все знают, и, естественно, это передние катки. Что Маус, что Е100, в силу конструктивных особенностей, в замесе постоянно вынуждены ромбовать и подворачивать корпус, тем самым увеличивая свою приведенку. Как раз вот тут их можно подловить, и без какого-либо использования голды, пробивать прямо в передний каток, даже под небольшим углом. Что с одним, что с другим ТТ, очень важно стрелять в верхнюю часть гусеницы. С Е100, в принципе, все просто. У него открытый передний каток, и ошибиться там, наверное, будет сложно. А вот в случае с Маусом, не стреляйте в броню, закрывающую передний каток. Так вы просто обездвижите танк и не нанесете урона. Стрелять нужно именно в верхнюю и видимую часть гуслей. Помимо этого, что касается Мауса, то во время ромбования его можно пробивать прямо в сварной шов. Тут, конечно, по большей части лотерея, и в бою попасть туда будет очень непросто. Но все-таки эта уязвимость у него есть, а значит, я должен был вам о ней сказать. В целом, Маус, конечно, выглядит как зрелый помидор, и пробить его без голды и не зная скрытых уязвимостей большинство ТТ-10 просто не сможет. Е100 в этом плане проще. Без голды его вполне себе можно пробивать в огромное НЛД. Ну а вот что касается голды или тем более пробивных ПТ, то тут уже для обоих не все так радужно. Например, голды с пробитием в 326 мм вполне достаточно для того, чтобы пробивать Е100 прямо в лоб башни. Да, в клинче этого пробития может не хватить, но как раз для таких случаев у Е100 в основании башни есть серая полосочка. Для Мауса этого пробития тоже хватает, и он также охотно принимает защику. Чтобы минимизировать урон, играя на Е100 или на Маусе, необходимо постоянно мансевать и ромбовать. Маусятина также, как и Е100, создан для того, чтобы вставать ромбом, и даже несмотря на те уязвимости, что я назвал, эти танки все равно очень неплохо танкуют. Связано это с тем, что, во-первых, далеко не все знают о тех уязвимостях, которые я озвучил. А во-вторых, каким бы адским ни было пробития твоего оппонента, если ты будешь мансевать, он всегда может отправить свой снаряд в непробитие или рикошет. Поэтому в любой ситуации не пренебрегайте мансами и выставляйтесь ромбом. Как правило, даже в самых безнадежных замесах, мансы и ромбования хоть немного, но продлевают жизнь. Хочу выразить отдельную благодарность всем этим ребятам, которые поддерживают мой канал своей подпиской на Бусти. Да, подписка на Бусти стоит копейки, но очень сильно помогает моему каналу в эти непростые времена. Спасибо вам большое, друзья! Если кто-то из вас также захочет присоединиться к Бусти, то ссылка будет в описании. Ну а что касается того, у кого из них круче броня, то, на мой взгляд, все-таки Маус крепче и легче в танковании даже против голды. Его башня гораздо уже, чем у Е100, и, следовательно, в его щеки сложнее попасть. То же самое касается и НЛД. Оно маленькое, и в моменты перестрелок лично я в него даже не стреляю. Мне гораздо проще зарядить голду и попытаться пробить Мауса в щеку, нежели выцеливать маленький квадратик, в который даже при попадании есть шанс дать непробитие. У Е100, конечно, тоже много брони, и он реально может долго жить в боях. Но все-таки, если сравнивать эти танки в плане бронирования, то Маус, на мой взгляд, будет покрепче. Что касается огневой мощи, то она у них, в отличие от брони, совершенно разная. Маус на своем вооружении имеет одноименный Маусган. Это 128-мм валына со средним разовым уроном в 460, перезарядкой 11 секунд и ДПМом в 2500. Частенько из этого орудия вылетает выше 500 урона, что, конечно же, радует. А вот базовое пробитие этого Маусгана составляет 250 мм, а голдовое – 311. Конечно, этого, может быть, и хватает для большинства противников, но, на мой взгляд, в реалиях 2023 года голдовое пробитие можно было бы и апнуть. У Е100, кстати говоря, тоже есть Маусган, но тут это стоковый ствол, поэтому разбирать его я не буду. Гораздо интереснее посмотреть на топовую 150-мм валыну со средним разовым уроном в 640. Перезаряжается это орудие за 15 секунд, и Е100, так же, как и Маус, имеет ДПМ в 2500. Часто из валыны Е100 вылетает под 700 урона, что, конечно же, радует и не идет ни в какое сравнение с разовым уроном Мауса. Может быть, сравнивать эти орудия не совсем корректно, но все-таки, как по мне, гораздо проще играть от альфы, который наделен Е100. Орудие Мауса – это стандартное ТТ-орудие со стандартным разовым уроном, который ничем особо не выделяется на фоне абсолютного большинства других ТТ-10. Е100 со своими 640 за выстрел больше походит на ПТ, и, естественно, его плюхи кошмарят всех обитателей рандома. К тому же, если уж сравнивать их орудия, то у Е100, помимо высокой альфы, есть еще и хорошее пробитие. Его базовые снаряды имеют 258 мм, а голдовые кумулятивы – 334. То есть тут, в отличие от Мауса, есть еще и более серьезный пробой. Что касается точности, то оба танка не снайперские, но все-таки Маус чуть точнее. Его сведение занимает 4,2 секунды, в то время как Е100 сводится за 4,7. Также у Мауса чуть меньший показатель разброса, но, честно говоря, в боях какой-то прям разницы в точности между ними я не заметил. В плане динамики, то я думаю очевидно, что оба этих танка слоупочные, но если смотреть и сравнивать их между собой, то Е100 будет немного быстрее, чем Маус. Хотя, не очаровывайтесь тем, что Е100 быстрее. В боях разница между их мобильностью практически незаметна. Как я уже говорил, они оба злоупочные, что Мауса, что Е100 очень легко закрутить. И знаете, ничего удивительного в их злоупочности нет. Маус весит 189 тонн, а Е100 – 130. И, само собой, с такой массой они не будут лихо гонять по карте. Поэтому зачастую их злейшими врагами являются, наверное, не другие ТТ или пробивные ПТ, а скорее шустрые ЛТ и СТ. В целом, после множества правок и апов, эти танки стали гораздо лучше играться. Самое, как по мне, главное – это то, что этим танкам наварили брони в щеках, и они перестали так легко пробиваться в башню. На сегодняшний день оба этих танка очень неплохо играются, и они оба по-своему фановы. При игре на Маусе лично я получаю огромное удовольствие от того, что своей тушей давлю направление и, как правило, танкую кучу урона. Помимо брони, Маус имеет много ХП, и он действительно создан для того, чтобы байтить противников на стрельбу по себе. Вообще, Маусятина – это, как вы, наверное, заметили, нечастый гость в рандоме, поэтому даже несмотря на его уязвимости, далеко не все игроки знают, как ему противостоять. В целом, Маусятина – это затычка ТТ-направления, которая очень весело играется. Но, честно говоря, я бы не советовал Мауса для новичков. К этому монстру нужно быть готовым. Надо понимать, когда стоит ехать и давить, а когда лучше подождать. Маус – это, конечно, крепкий танк, но не бессмертный, поэтому на нем тоже не следует упарываться и на халяву отдавать свое ХП. Для кого-то то, что я сказал, может показаться очевидным, но ведь большинство игроков, и тем более тех, кто только пришел в игру, вкачивая Мауса и глядя на его тушу, думают, что на нем просто нужно у Лу-Лу ехать в гусю событий, и он сам все будет танковать. Я, кстати говоря, так и думал, когда вкачивал Мауса, поэтому после десятка боев я очень сильно в нем разочаровался. Е100 в этом плане проще. Да, его броня чуток похуже, но у него есть очень увесистый ствол, который дарит ему неповторимый геймплей. Е100 – это крепкий ТТ с орудием от ПТ, да еще и с большим количеством ХП. Его огромный калибр позволяет стрелять фугасами даже по самым бронированным целям и наносить им существенный урон. Новичкам я советую вкачивать именно его. На мой взгляд, в 2023 году Е100 – это один из самых простых и в то же время имбовых ТТ, который зайдет абсолютному большинству игроков. Маус, конечно, тоже неплох, но, на мой взгляд, он рассчитан на более знающую аудиторию. На этом у меня все, дорогие друзья. Всем спасибо за просмотр. Пишите, что думаете насчет двух этих монстров и до скорых встреч.